Возможно ли перенести сроки капремонта? Как изменить вид работ? Сколько домов и какие именно отремонтируют? Это топ вопросов горячей линии в общественной палате КОМИ. Накануне здесь подвели итоги ремонтной кампании прошлого года. А жители городов и сел получили ответы на волнующие вопросы. Анастасия Тернина расскажет подробнее. Первый звонок от Валентины Шмаковой из Емвы. Осенью в ее доме был произведен капремонт выгребных ям. Обещали поставить так называемые септики, но вместо них бетонные кольца, которые моментально заполняются водой. При устройстве котлована в одной из квартир произошло обрушение фундамента и полов, говорит Валентина Шмакова. Регоператор отвечает, почти во всех домах Нижпокосского района есть проблемы. Это грунтовые воды и сами дома, которые не рассчитаны на большое водопотребление. В свое время согласованы с проектной организацией, была осуществлена за замену на кольца. Вся проблема в том, что вам нужно просто увеличить частоту обслуживания вашей системы водоотведения. Я не знаю, сколько сейчас раз ваша обслуживающая организация осуществляет очистку, сколько раз в год предусмотрено. Мы со своей стороны на администрацию написали, что необходимо увеличить частоту, чтобы избежать этой проблемы перенаполнения. Далее звонок из столичного местечка лесозавода. Жители интересуются, когда в их домах произведут капремонт и будет ли он вообще. Полный список жилфонда с указанием сроков размещен на сайте регионального оператора по капремонту. Есть много критериев, по которым дом включается в программу. И собираемость по дому должна быть как минимум не ниже средней по муниципалитету. Наличие средств свободных и тому подобное. Все эти критерии прописаны в жилищном кодексе. Елена Григорьева спрашивает экспертов, почему в 2020 году не состоялся запланированный ремонт. И стоит ли его проводить деревянному дому уже 78 лет. Может проще признать его аварийным? По словам представителя столичной мэрии, сегодня уточняется список жилфонда. Те дома, в которых есть хоть одна муниципальная квартира, администрация признает аварийными. Это во многих случаях по отношению к деревянным домам не является целесообразным, поскольку ремонт экономически не обоснован. Думаю, что мы к марту завершим всю оценку по деревянному жилфонду и будем предпринимать меры в дальнейшем по признанию деревянных домов аварийными. И, естественно, это будет делать специализированные организации. Исходя из этого заключения, мы уже будем понимать, правильно это или неправильно. Или дом, допустим, достаточно крепкий, и его лучше провести какой-то из видов капитального ремонта. Жители одного из многоквартирных домов Печоры похвастались заменой лифтов. Но очень хотели узнать, куда же делись старые. Их можно утилизировать, а деньги за металлолом, например, вернуть собственников. И вот ответ специалистов. Подрядная организация передает демонтированные лифты управляющей компании. А если те их не принимают, утилизация происходит за счет подрядчика. Как отметили эксперты, тема капитального ремонта в КОМИ обсуждается уже не так активно. Со временем люди стали разбираться во многих нюансах этой программы. А главное, видят результат. Последние два года программа выполняется достаточно активно. У нас план и выполняется, и перевыполняется. Темпы нарастили мы кратно. Все верно, да. Ежегодно по 100 домов программа практически прибавляется. И как раз регуператор говорит о том, что приведение более-менее хотя бы к экономически обоснованному взносу позволяет накапливать средства в той сумме, с помощью которой можно ремонтировать дома. Вот здесь и сейчас. Можно ли изменить вид работ или как перейти со спецсчета дома к регуператору? Все эти вопросы на постоянном общественном контроле. И нареканий непосредственно к качеству выполненных работ у жильцов становится меньше. Анастасия Тюрина, Олег Костромин, телеканал Юрган.